здравствуйте гости моего канала мои завсегдата и мои друзья ирина и мерсиати спрашивает почему давно не показывали свои картины с животными собачек кошечек и разные картины именно с животными очень хотелось бы увидеть этих животных моих нарисованных друзей четвероноги ирина мы с экономиком выполняем вашу просьбу вот как вам кто заглянул на мой канал мои шарфы я коллекционирую шарфы такие это вот из серии старых вот может помните кто и такие шарфы носил вот я люблю я их коллекционирую меня их очень много и вот такая вот осенняя такая вот коллекция шарфов я сегодня один из этой коллекции своей отдела под осень я думаю что вам понравится сегодняшний мой прикид мои дорогие и мы с гномиком продолжаем выпуск по заявкам моих подписчиков ирина и мерсиади просят показать нарисованных животных то есть животных моей живописи ну как бы так начинаем вот когда я стала рисовать уже серьезно во взрослом возрасте я пер это моя первая работа так номика мы сейчас номер не обижайся не обижайся вот отсюда посмотришь чтобы и так приятного просмотра вот так вот смотрите это вот такой тигр или леопард я стараюсь чтобы он у вас был виден это холст наклеенный на картон у нас я купила когда-то в художественном магазине ну да профессиональный и написала я вот такого вот леопардика доброго и не злого и так он у нас стоял долгое время и спокойно благополучно со мной доплыл до сегодняшнего дня 2000 ой по-моему ну да с 2007 года ну а потом вот я вот просто буду попутно показывать вот сейчас я его отложу это акрил вы поняли да ну для первой работы для первой неплохо хотя есть придирки у меня к анатомии ну все рождается как говорится в работе и в опыте ну и долго у меня простоял сейчас я вам покажу следом когда люди увидели что я выставила этого леопардика леопардика или тигра он больше на тигра похож я нарисовала пришли и заказали мне собачку это собачка любимое животное моей заказчице потому что это вот я показываю картину с уже готовой работы потому что собачка погибла и женщина за ну ей очень пожелала заказать у меня собаку это тоже какой-то там 2007 или 8 год вот я даже подход сблизи вот так показываю видите на переднем плане краски акрил вот такое рабочее состояние и номер что ты хочешь а он заглядывает смотрит очень красиво вы не забудьте я свою миссию выполняют роль моя подписывайтесь на канал и рис и подписывайтесь не забывайте ведь это уже очень-очень интересный канал здесь много рисунков она рисует художница и и кто будет здесь находиться тоже будет пробовать рисовать или рисовать еще лучше еще больше ну гномик спасибо большое тебе за рекламу вот это мой дружок мой дружок так вот спасибо не выдержал не выдержал начал рекламировать смотрите вот это вот пришла женщина за этой работой когда она увидела ее она заплакала говорит мой сыночек вот так люди любят животных кстати сказать животные под заказ очень такая вот но я скажу нередкая тема когда приходят и заказывают собачек своих кошечек я их рисовала очень много но это такое дело художник если самостоятельные действующие то он конечно же рисует и под заказ но это такая потреба дня так смотрите и радость людям они приходят художнику и заказывают то что они не могут нарисовать то что они не могут допустим им не хочется фотографировать им хочется именно чтобы там был художник задействован и так вот еще показываю следующую фотографию это копия перова охотники на привале у меня есть видео черт возьми я могу рисовать вот об этом если вам интересно можете так и набрать ларисы и сумченко помог черт возьми я все-таки могу рисовать вот это как бы доказать всем что да я могу рисовать вот я могу рисовать я нарисовала такую копию и здесь вот собака изображена вот заяц лежит на переднем плане утка но например еще и живот на наряду с животными изображены охотники и птицы и пейзаж вот это просто отличная очень учебная работа для того чтобы копия учебная учебная работа для того чтобы понять как же художник рисовал прошу прощения вот это фотография с моей картины еще и начинала эту картину рисовать маслом но масло не моё не люблю масло вот оно так и замаслилось лежит моя такая копия которую я хотела маслом рисовать лежит в начатом варианте все на этом закончено поэтому рисуйте именно своим материалом но гномик что такое что ты хочешь спросить он смотрит и говорит наверно мне напоминает что пора напомнить подписаться на мой канал да да я поняла так ну гномик давай будем опять продолжаем показ моих работ с животными животные в моей живописи животные люди так это я показала теперь я покажу вот следующее животное которое попало ко мне в картину вот это полина вердо со своей любимой собакой вот вот такой вот песик как ни странно эта картина нарисована акрилом они маслом как многие думают это одна из первых на старой простыне нарисована вот и я даже поближе покажу вот поближе поближе как нарисована собачка видите какая пырчатая простынь вот такая текстура и акрил но он покрыт лаком вот и тут собрала вообще у меня очень много кошек собак поразбегалась и по домам по чужим от меня ну это хорошо это хорошо потому что если ты себя назначил ложненько значит надо рисовать надо рисовать и то что тебе хочется это что приходят и просят люди ну такая художница работаешь и так следующее что я рисовала это полина верту ну давайте вот такой покажу вот это рисовала своего сына котиком таки вот именно это ребенок и котенок но я ее немножечко используя потому что я покрыла ее мебельным лаком для мебели и она немножечко стала желтеть под солнцем побывала и стала чуть-чуть желтеть уже простояла сколько написано в реализме в таком реализм тоже интересны почему не только импрессионизм и реализм интересный сложно трудно он интересный если рисуешь душой так следующий сказал заведующий ну вот опять же вот животное пейзажи видите я и мое одиночество вот собака бежит за мною море такое побежит собака за мной опять акрил холстик вот животное подчеркивает мое состояние да она одинока идет по берегу и я иду по берегу одинокая на холсте холстис и так ну кто там еще вам того показать вот смотрите их очень нас любимая была передача с сыном и внуком музей на без поводка вот там вот типа искусствовед типа вот такая собачка была я насмотрелась этой передачи наслаждением такие там хорошие видео выпуски и я нарисовала такой вот собачка назвала искусствовед типа может быть она чуть другая там но я такая акрил 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 картон анималистика до рисование животных ну как бы считается это сложным для некоторых для некоторых для меня например пейзаж нарисовать сложнее чем портрет вот так вот или сложнее чем вот такого песика нарисовать пейзаж перспективу там да но мне как тебе нравится ой какой песик хорошенький ну это вообще такой красивенький мне нравится песик нравится и нравится как лариса рисует и вы не забудьте подписаться на ее канал пожалуйста не забудьте так все все подписываются все подписываются канал увеличивается большое спасибо кто действительно остается со мной это будет меня мотивировать к творчеству вот такой вот эти вот смешные коты из серии смешных котов это называется кот горнолыжник ну тогда оставайтесь на нашем канале вот такие вот работы это из серии смешные коты вот еще я покажу вот такой вот вот такие то я сама придумала рыбный день я когда начала рисовать ну так то местные художники когда приходили говорили лариса ты график ты график 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 какой график мне просто нравилось рисовать вот график так график значит это мы отставляем смешные коты это показала я вам вот еще из серии смешные коты ух ты это карушку это наверно кот художник туда это кот художник смотри какие него усы у у у наверно внух рисует да ну конечно вот на такой картонке я нарисовала кота художника кстати кстати у меня еще из этой серии есть вот такой кот художник и вот я выставляла его на улице под свою эту самую на свою выставку и его тут ходили и возмущались что столько он дорого стоит а сколько там он дорого стоит господи божему такой большой такой красивый кот и потом для того чтобы поднять настроение я нарисовала ему красочные усы и он стал котом художником подписывайтесь на канал оставайтесь с этими котами с животными и с художником спасибо гномик один ты и позаботишься обо мне так теперь вот портреты это фотография такая нарисованная в стиле ретро фотографии я рисовала вот такого ребеночка с котеночком у меня одну купили картину ну а если покупают картину ну кто я начала я еще нарисовала ее на меня вдохновила понимаете все даже не в деньгах все даже совершенно не в деньгах если у тебя покупают картину то значит ты нужна миру ты нужна людям и люди не жалеют расстаться со своими денежками которые они заработали очень трудно тяжело это говорит о том что ты востребована что ты нужна как там не зарывайся в диогеновую бочку как там не уединяйся когда ты рисуешь ты все равно выходишь со своими картинами к людям вот так ну пожалуй на этом все еще можно показать вот вот такую еще картинку вот я рисовала какую-то девочка на мастер-классе девчон я рисовала ее в ее идею на мастер-классе она повторяла мои все движения есть такое тоже видео мастер-класс какая-то там фантастическая леса ну ребенок захотел такую фантастическую лесу вот она у меня непонятно зачем лежит непонятно зачем она у меня существует ну а вот такие портреты не меня радуют и вдохновляют или нарисование новых портретов вот кстати сказать я хочу сказать еще есть большие картины из серии охота и рыбалка но я просто сейчас они в том в той стороне я не хочу их в другой раз достаточно уже этих работ что я показала ну и вот еще хочу показать вот такую картинку называется она давай никогда не ссориться ух ты а тут тоже собачку я вижу ну да конечно гномик тоже собачка вот глянь ух ты а собачка а собачка им как-то весело правда идти да если вам также хочется быть не одиноким а таким хорошим таким радостным такой картинки находиться и чтобы ваша жизнь тоже была похожа на такую картинку собачка вдвоем идут собачка оставайтесь на канале лариса изюмченко ух ты ну все на этом мои дорогие я завершаю сегодняшний выпуск сегодняшний выпуск животные в моей живописи вот так скажем да моя живопись не чья то вот поэтому оставайтесь на нашем канале ждем ваших новых сообщений и всего вам самого и лучшего спасибо